Очень много, а духовная практика для женщины означает заботиться обо всех, она отвалилась и заботилась обо всех, ей постоянно приносили еду, деньги и все прочее, и у нее один ребенок был больной, и я говорю, давайте полечим бесплатно вашего ребенка, так как она тоже была у нас знакома, и она говорит, Олег Геннадьевич, вы меня не уважаете. Я говорю, в смысле, вы что думаете, у меня нет денег полечить своего ребенка? Я говорю, так вы не работаете. Они говорят, ну вы же сами на лекциях говорите, что деньги не с работы берутся, а с правильного поведения. То есть реально у нее не хватало денег даже полечить ребенка, то есть человек не работал, маленькие дети, и постоянно все заботились о ней, потому что она успевала еще заботиться о других. Вот у кого не возникло вероятные слова в сердце поднимите, не возникло, ну честно, это нормально, это нормально. Это означает, что надо этот опыт пережить, просто пережить, но пока вы не пережили его, ничего страшного, это нормально. Но все равно не забывайте, что внутренняя жизнь дает освобождение, а увеличение наружной жизни прообращает. Не забывайте. Да? Что? На грубость. Несколько вариантов есть, да. Первый вариант. Вы заботитесь неправильно, наталкиваетесь на грубость. Это означает, как есть пословица, метать бисер перед свиньями. Если вы очень заботитесь о человеке, который не ценит вас, это значит, вы не понимаете, как правильно строить отношения. Есть три типа людей, есть невежественные люди. О них надо так заботиться, чтобы они даже сами об этом не знали. Потому что если они узнают, что вы о них заботитесь, они сразу же захотят с вами пообщаться поближе. Пообщаться поближе означает ругаться на всех и на вас, к литматам все вокруг. То есть вести себя грубо. Понимаете? Не понимаете? Я тебе сейчас расскажу про мою жизнь. Такое что-то, понимаете? То есть когда невежественный человек, надо так ли о нем заботиться, что он даже об этом не знал. Когда ты заботишься о человеке страсти, который использует ситуацию в свою сторону все равно, но не явно как невежественный, но все равно в свою сторону. Например, ты извиняешься перед ним, он тебе говорит, я тебе прощаю, но... И дальше чуть-чуть но будет уже. Это означает, что я победитус, а ты проигрантус. Понятно, да, система? Когда вы заботитесь о человеке в страсти, то в этом случае можно показать свою заботу, но не надо никогда желать какого-то результата или взаимности. Не надо желать взаимности. Просто позаботился и все. Если даже человек предлагает свою взаимность в страсти, надо сказать очень тактично да-да-да-да, но держаться на расстоянии, не приближать его. И если вы заботитесь о человеке в плавности, то тогда в этом случае вы спокойно знаете, что будет взаимность. Будет взаимность и нечем беспокоиться вообще. Если же вы увидели, что нет взаимности, значит человек еще не в плавности. Надо держаться на расстоянии. И так человек должен всегда учиться держать определенный вид дистанции от другого человека. Не с целью пренебрегать им или наслаждаться, а с целью правильно служить им. Потому что одни люди на такой дистанции могут принимать служение, одни на такой, а другие на такой. Понимаете разницу? Если ты не выбрал правильную дистанцию, вот тогда наступает страдание. Дистанция должна быть выбрана правильно, надо этому учиться. Дистанция не означает ни любовь к человеку. Потому что я всегда должен желать счастья человеку, вопрос на каком расстоянии я смогу это сделать. Допустим, муж с женой совсем плохо жить вместе стало. Надо, может быть, разъехаться и желать счастья друг другу, а не ругаться. Близко ругаться, близко жить ругаться, это грех. А чуть-чуть разъехаться и желать счастья, это и есть правильное поведение. Если судьба настолько тяжелая, что мы не можем рядом, надо чуть разъехаться. Или в соседних комнатах сидеть и в сердце молиться за этого человека. Причем, когда вы начнете молиться, вы почувствуете теплоту. Вам сразу захочется прибежать и повыяснять отношения опять немножко. Нет, надо сидеть и дальше молиться. Не надо бежать и выяснять отношения. И потом вы почувствуете, как вы долетите друг от друга. Потом постепенно в результате молитвы начнете сближаться. Потом вы поймете, почему ему так тяжело с тобой. И начнете действовать к нему уже правильно. Это следующий этап развития событий. И тогда он будет благодарен. Но при этом сам не будет себя правильно вести. Это значит, что судьба еще не побеждена. Надо держаться на дистанции. Дальше молимся. И он уже сам становится благодарным. Он сам становится благодарным. Глубже это благодарность в его сердце входит. И он начинает вести себя уже правильно. Потому что люди, когда любовь между ними действует, они естественно начинают вести себя правильно в жизни. Я не прекрасен, может быть, снаружи. Зато душой красив наверняка. Ты погоди, не спеши дать ответ. Да, помните? Ну то есть, когда энергия любви начинает, есть мужчина становится таким очень благородным. Девушка становится смиреной. Она всегда понимает, согласен, что с людьми. И мне нравится моя шахтерская специальность, да? Я всегда хотел быть шахтером. Все, совсем согласно. Почему? Потому что энергетики действуют. Она искренне верит, что она и хотела быть шахтером всегда.